Алло. Добрый день. Это у вас день добрый. У нас уже утро. Без 24. Здравствуйте. Извиняюсь, у нас просто скайп я сделал на Ивана Иванова. Мы как беженцы здесь в Америке. И поэтому, чтобы нас не доставали вот эти вот товарищи с московской патриархии, просто я этого индейца поставил. Меня зовут вообще по-настоящему Вальтер фон Айник, а подключен я Василием. То есть мы из России, но я немец православный, знаете, мы что-то были по-волжески немцы. Вот это жена Анна. Мы с у нас в деревне они жили. Да, много-много. Я знаю просто. Мы их хорошо знаем. Согласен. Артур Эрлих. Мне был знаком Эрлих. Вряд ли это Артур, но я из по-волжеских немцев. Я хотел сказать, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я слушаю вас. Говорите. Какие вопросы? Значит, вопрос какие? Ну, в принципе, у меня 54 уже, да? То есть я рожден, как бы, в православии. И не то, что рожден. У меня все мои родители, бабушки, дедушки, там, разные прочие. Вот. Но они все были старообрядцами. Ну, в принципе, то же самое. Вот. И, соответственно, меня крестили. Но я первый крещеный в православии. Почему? Потому что, получилось так. Город маленький, небольшой. Вот. И получилось так, что тот священник умер, но больше никто и не приезжал пока со старообрядцев. И там была, значит, восстановлена православная община, настоящая православная. Ну, и там был отец Сергий такой, волнец. Но, слава Богу, хотя бы так. Почему? Потому что, ну, как мне сказали, он был из зарепрессированных, но такой был. Вот. Насколько я его помню, вот он был нормальный. Единственное, что я не помню. Никак не могу добиться ни от кого. Как меня крестили. Погружением или не погружением. Или на меня там капали и прислонялись. Ну, вполне возможно. Потому что церковь, я это помню, мы жили как раз напротив нее. Маленький дом молительный. Вот. Ну, там были, купели. И крестили меня, конечно, в очень маленьком возрасте. То есть, я не помню, сколько мне там было месяцев. Ну, не самое главное. Вот. У меня вопрос какой? Просто, чтобы немножко время так сократить. Вы, наверное, слышали, как бы есть такой, но он и, скажем так, Богу верующий, как бы так, он недавно уверовал. И очень такой большой меценат, он там с воды, значит, Иоанна Грозного распространяет. То есть, делает, восстанавливает и разное-разное прочее. Вот. Не слышал, наверное, да, такого? Стерликов Герман? Да, 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 да. Вот. А как вы его поддержите, вот то, что он говорит или нет? Он что говорит? Он только заботится, чтобы никто у него денег не попросил. Он разрушитель с большой буквы. У него ничего нету. Он не верит, что Библия переведена правильно. Патриархия, вся ересь, зарубежная ересь. Все, только один он и еще где-то один епископ. Ну, он дурит людям голову, за лохом считает. Ну, наверное, так. Но по истории, в принципе, скажем так, я сказал, что рожденный в православии, это не то, что просто рожденный, как бы сказать, сам по себе. То есть, я всегда читаю, ищу документы, разным прочим, это очень интересно. И то, что он говорит историю о том, что на самом деле греки-то были под римлянами, это однозначно так было. То, что они не успели, конечно, ни одной службы прослужить, потому что им бы мусульмане не дали. Это естественно. Вот. А все остальное, как бы рукоположение русской, дальше, 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 ну, очень похоже на правду. Вот. Ну, и получилось так, что я очень долго терпел, а так как я, ну, как сказать, ну, член семьи врага народа. То есть, я родился в 61-м году, хотя уже в то время, как такового понятия юридически не было. Но существует де юра и де факто, знаете, да? То есть, де юра уже как бы не было, а де факто, вот, оно и до сих пор так. Хотя говорят, что коммунистов нет, как здесь в Америке нам это священник греческий сказал. Ты что мне тут рассказываешь? Там коммунистов уже 20 лет нет. Я говорю, милый мой, а кто такие коммунисты, вы знаете? Нет, это бандиты. Они как были, так и есть, только вывески остались. Вот поэтому я здесь. Поэтому я здесь. И вся моя жизнь была вот в этом, в том. У меня сидел, да, то же самое, как и вы, только вам хотя бы статью сделали человеческую. А у меня сидела вообще совершенно другая статья. И все семь лет, которые я сидел, вся милиция, и все, кто там были, надо мной, если не яс, ты за что, дурак, сидишь? Я говорю, ну уж извините, за что посадили. Но это вопрос не о том. Дело в том, что я хотел спросить, что туда делать-то? Ну, если так вот пошло, да, то есть, что получается все, что в России, это не канонично. Ну, вот как, если греки действительно рукополагали вот этого патриарха нашего, там, митрополита, там, разного прочего, вот, доразделенческого, вот, с одной стороны, да, то есть, если так считать, это получается не каноничность, и разное-разное-разное прочее. То есть, насчет московской патриархии я вообще ничего не говорю. Это начиная там с того, плюс того, тот же самый 17-й год, патриарх Тихон, который их всех анафиматствовал, всех КГБшников и их там приспешников, соответственно, никто не каялся. А когда подписывали договор об общении с русской нашей здесь зарубежной церкви, вы знаете, что здесь они еще подразделились потом во мнениях, тут чуть ли не четыре мнения было. Эти огульно за, объединение другие огульно против, объединение, эти там полу за полу нет, это на самом деле не поймешь, чего, и когда они подписывали, они же выставляли несколько вопросов, которые московская патриархия должна была решить. Один из них, это как бы покаяться в грехе сергианства. Московская патриархия, как всегда, покаялась и воздвигала Сергию в памятник народу. Это нормально, да, это покаяние? Или как? Вы про какого Сергия говорите? Ну, который патриарх-то... Вы имеете в виду Строгородского? Соответственно, соответственно. Так что же, он предательство совершил, невиданное в истории человечества? Или о том? Чтобы своих исповедников, своих мучеников предать одновременно врагам и сказать, это враги народа, такого никогда не было, потому что мученики, исповедники, это слава церкви. Да, да, я с вами полностью согласен. И первые христиане на поясе своем носили причастие. Почему? Потому что они знали, что как только скажут, спросят у него, ты христианин или нет, он не имел права сказать нет. И он знал, что он умрет, только он не знал когда. Сегодня, завтра, сейчас, через полчаса. Но он знал, что он умрет, потому что все знали, что он христианин. И поэтому он носил причастие. И когда Московская Патриархия говорит, ну вы о чем говорите, ну он же человек, вы же понимаете. Нет, он не человек. Как только он в руку положился, он уже не человек. Он уже пастырь. Правильно? Ну человек он остается хоть пастырь, хоть не пастырь. Но он не должен выйти на конкордат. Оттуда же конкордата не было. Полное, абсолютное подчинение сатанинской власти. Конечно. А плюс к тому, что поставил его не кто-то из священства, а его поставил обыкновенный кто? Да никто. Бандит. Ну согласно Седьмого Собора Третьего Правила. Если с участием мирских властей, то и дальше говорится. Да тут не с участием. Тут по прямому назначению Иосифа Сталина. Этого бандита. Вот и все. И поэтому о Московской Патриархии разговор просто никакой не может идти. Ну и поэтому получается так, что как бы не очень правильно эта власть у них. И что говорить, и что делать. Мы относимся к русско-православной зарубежной церкви. Мы две общины в России, которые не пошли на соединение. Две всего. И протеерей отец Аким, мой родной брат у нас здесь. Они что только не делают сейчас. Любыми путями нас затащить туда. А мы благодатьность признаем. У нас приезжает архиерея служит, напоминаем Илариона. Ну, в принципе, это да. И как бы здесь, понимаете как, я вообще трещик церковный. Ну, всего лишь практически. То есть у меня несколько образнований вышка. Ну и по одному из это... Ну, я сейчас покажу. Я сейчас заканчиваю подарок. Видите, да? Сейчас, 5. Ну, не очень, наверное, видно. Ну, я уже практически заканчиваю. Как бы с работой здесь не очень хорошо. Вот. Но я имею в виду с моей. Хотя здесь ортодоксальных церквей очень много. Очень. Я не беру русских. Это уже тут целая куча там. А плюс там у греки, плюс там у болгары, румыны и разные-разные-разные-разные прочее. То есть везде как бы моя работа была бы нужна. И когда я уехал из России, мы уехали, скажем так, жена была на 9-м месяце беременная. Вот. И после всех вот этих проблем со всей этой церковью, Московской Петрохии, там со всеми этими гонениями и разным прочим, просто получилось так, что перед отъездом умер отец. Нервов было это я не знаю сколько. И просто уже перед тем, как родить, нам нужно было... Ну, я хотел, чтобы она просто отдохнула, чтобы родила нормального ребенка. Вот. Мы хотели поехать, ну, куда-нибудь, лишь бы из России. Вот. И было приглашение, можно было ехать туда в Европу. Вот. Но у меня товарищ жил здесь уже очень много. Вот. И он пригласил сюда. Это в Америку. Это, ну, скажем так, одна из теплых, скажем так, это Флорида. Вот. Приехали сюда. И когда это было уже практически перед Рождеством, вот. И, ну, врачи посмотрели, говорят, куда уже уезжать. Вы уже здесь рожаете, а потом уже все остальное. Ну, и пока туда-сюда, пойди сюда. И получилось так, что там еще хуже, 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 хуже в России. Мы просто не вернулись. Просто не к чему. Вот. И сколько я не говорил здесь со священниками, мы практически знакомы, если не со всеми православными Америки. Вот. Ну, наверное, с 99%. Потому что мы переговариваемся с ними, говорим по телефону и так, и разным прочим. У меня сложилось такое впечатление, как только заходит разговор о, вообще, о русском православии, здесь называется ортодоксия, скажем так, ну, проверьнее, да, получается так. Вот. То, у меня такое впечатление, что все вот эти вот попы, которые рукоположены были в Москве, их не рукополагали, к ним привели какую-то бациллу. Просто бацилла, это не рукоположение. После рукоположения крайне-прекрайне редко, как говорится, в правиле есть исключение. У меня есть несколько священников, знакомых там в России, которые действительно остались людьми после рукоположения. Но только им жить не дают. Вот. И очень многие просто ушли с московской патриархии. Некоторые ушли в старообрядство, а некоторые просто сбежали куда-то. Я даже не знаю, связь потеряли просто с ними. Вот. И как быть тогда вот с этой, с московской-то, не знаю, там, бациллой, с ересью? Чего делать-то? Вот как вы считаете? Я не просто считаю. Я не теоретик, а практик. Да. Вот я поэтому к вам обратился. Я работаю конкретно с каждым человеком. Мы считаем, вот при всем том, что вы сказали, я ничего не оспариваю. Нам не положено спорить. Вы скажете свое мнение? Я высказываю. Мы признаем ее благодатность, потому что это не зависит от поведения человека. Об этом говорят каноны. Но там такой бедлам сегодня, что с великой натяжкой можно назвать церковью. Совершенно не учат. Оглашенные языки не выполняют. Каноны не работают. А если каноны не работают, они их отвергли умышленно. Я специально занимался три года канонами. Был в Америке в 92-м году. В Жордан-Вилле, там, монастырь. Я там жил. Я просто показал, что сегодня действующих канонов 719. Это 7 вселенских, 9 поместных и 13 святых отцов. Из них 413 правил, 57%, ежедневно, умышленно нарушаются в каждом храме практически. В России вы. Они одинаковые везде. Которых русские направляют в патриархию в Германию. Во Франции мы были. Они везде одинаковые. А они канонов не знают. И действуют только так, чтобы угодить епископу. Больше денег собрать. Но я признаю их благодатность. И работаю здесь. С каждым человеком отдельно. И мы видим, какие происходят перемены. Начинает крестить правильно. Вот вы сказали, я не знаю. Слово не знаю должно быть подтверждено тем, что вы не знаете. А дальше включается 6-й Вселенский Собор, 84 правило. Если ты не знаешь, как тебя крестили, немало не сомневаясь, прими настоящее полное крещение. Там, где вы находитесь. То есть иначе вы проиграете всю свою жизнь. Это канон говорит. Если ты думаешь, не надо думать. Должны быть 2-3 свидетеля, достоверно видевшие, как ты погрузился в воде. Если этого нет, крещения не было. Церковь приняла на Вселенском Соборе это правило. Я еще раз в 6-й Вселенский Собор, 84 правило. Спасибо. Ну я знаю, я служил в церкви 8 лет и почти что закончил, ну просто не дали закончить, дать экзамен не дали. Поэтому вот такой вот момент. Просто здесь ничего нет, а в Волгограде. Это Волгоград. Знаю. Знаете, да? Конечно. Ну и митрополиты наши тоже знаете, да? Может быть не знаю, они меняются там. Дело в том, что мы с нашей миссионерской поездкой проехали от Владивостока находка до Лиссабона. Проехали Турцию, прошли всю Скандинавию и Прибалтику. У меня 38 книг вышло. Я в каждой стране в библиотеке центральной дарил книги. И тут мы проехали где-то 600 городов и сел. Ну я смотрел видео, да, очень много интересного. Ну как вы считаете, если на самом деле преемственность нарушена, рукополагали московского митрополита греки, которые были в то время в Сунии, что делать? Рукополагали незаконно. Это Стерлигов говорит. Это не соответствует действительности. Я поясняю. Рукополагали их, рукоположенные. Но они, конечно, делали все то, что им скажет власть. То есть все 100% архиереев были тайными сексотами, ставленниками КГБ. Но рукополагали их законно. И поэтому Сергий Строгородский совершил большую беду. Алексей Первый Семанский там восхвалял деперамбы и пел мертвому Сталину. И несмотря ни на что, согласно канонам, я их признаю благодатными. И поэтому там работа. Это церковь. Церковь. Ну, а 1600 год, что делать с ними? Именно, повторите. Что именно в этот год? Никоновская реформа? Не, это до Никоновской реформы. А что именно? Это 56 лет еще до реформы. Да. Это когда греки подписали унию с Римом, надеясь на их помощь, которую их кинули. И прям тут же их завоевали турки. И они просто, они не могли служить, скажем так, их римским чином. Они вообще ничего не могли служить под турками, потому что турки мусульмане. Нет, это неверно. Это неверно. Это абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Они служили. Но должность эту покупали. Покупали. Платили деньги по шею. Вот как. Они служили литургией. Все были рукоположены. И согласно канонам, они были законными и благодатными. Это Стерлигов все говорит. Стерлигов наворачивает голову. Я не говорю о Стерлигове. Я сам историю читал. Они не служили римским стилем. То есть они западным стилем не служили. Восточным они служили, соответственно. Потому что им разрешали служить. Потому что как? Разрешали? Не разрешали в колокол бить? У них деревянное било были. Да. Они у них и сейчас. У них колоколов-то нету нигде практически. Но это никакого значения не имеет. Колокола никакого значения не имеет. Свечи. Они есть. Я православный. У нас они есть. Но я должен сказать. Их нету нигде. И свеча она никакого символа, сакрального не имеет. Но у нас свечи. Лишь бы был чистый воск. Но мы знаем, что Серафим говорил об этом Саровске. Что другие свечи. Насчет, допустим, чистого воска у греков. Я вам скажу. Вот мы здесь пять лет. И во многих, даже в монастырях, во многих греческих были здесь. Здесь свечи и такие, и такие, и такие. То есть угол на сколько чего хватит. Поэтому, в принципе, как таковая свеча, как и лампада, в принципе, если что-то пошло, руль-то не играйте. Если у вас вот здесь, и вот здесь Бога нету, то можно костер зажечь, а толку не будет. Правильно? Понимаете, как левит, 10 глава, 10 стих говорит, отличает священное от несвященного, чистое от нечистого. Мы покупаем воск на пасеке. И вот пришла одна женщина, говорит, у меня мама, она молодая, говорит, она льет свечи. Ну, мы отдали, говорим, там, сколько надо, там, себе возьмите, а остальное, так, чтобы у нас денег-то нет платить. Она принесла, свечи хорошие. А я гляжу, они блестят. Я говорю, а почему? Ну, мама их там трубочки льла. Я говорю, а чем она смазывала? А она назвала не растительное масло, а вазелиновое, которое в церкви заливают они. Мы все вот такие вот пачки, все до одной забраковались, с ними только к скотине можно ходить. А там все только помазано, у нас это не положено, у нас в уставе написано. Мы православные, ни на какие компромиссы не идем. Поэтому все свечи пошли на хозяйственные нужды. Ну, в принципе, если уж настолько быть принципиально, то, в принципе, все иконки, которые есть, бумажные, их тоже нужно вынести особо с лотоля. А в основном сейчас очень мало писанных икон, правильно? Вот еще икон, канона, никакого на это нет. Вот я посмотрел, у вас распятие. Мне оно понравилось, потому что бывает на конце поперечина везде такие набалдашники, уширения. Зачем это делать? У вас оно ровное идет, крест. Ровно. Ровно. Вот у староопляцев на храмах, у них без этих набалдашников. Прямо, прямо восьмиконечный крест. Вот так и должно быть. Да. Ну и по соответствии, ну здесь я немножко, конечно, другую. Вот это, вот это, это фотография моего бывшего. То есть я это сделал. И я сейчас просто понравился нашему крестному, ну крестному сыну. Вот. И просто я ему в подарок делаю. Они американцы, но они тоже православные. И причем со всей семьей перешли, не помню, лет пять, наверное, да? Лет пять назад. И когда в России говорят там, вот, американцы негодяи. Ну, это просто говорят негодяи. Потому что вот за эти пять лет мы познакомились с очень многими людьми, с очень многими. И добродушие к нам, как к русским, ну я не русский, ну по крайней мере мы из России, то есть все знают. Никто никогда не ткнул ни мне, ни жене, ни детям, ни нашим знакомым не сказали, вы негодяи. Все относятся очень хорошо. И поэтому, с одной стороны, с другой стороны, в Америке столько православных. И если бы там в России были такие же православные, как здесь, это было бы гораздо лучше. Они отходят, конечно, по многим там параметрам, допустим, там от Истины. То есть они не стоят, ну, крайне редко стоят на службе, особенно греки. То есть у них вот эти вот сиделища все, ну, после объединения с Римом, то есть вот такое вот все. Они очень редко стоят. Но кто хочет, может стоять. Сзади очень много места. И вот мы стоим, друзья стоят. То есть те, которые, ну, сознательно перешли, они понимают, что они делают. Они стоят на службе. А те, которые американцы, ну, они, соответственно, сидят. Но кое-когда встают там по моменту службы, в основном так. И поэтому православных здесь, которые православные, гораздо больше, чем всех остальных. Кстати, православие, я сейчас точно не помню, по-моему, процент на 14 в год здесь перерастает. Не за счет приезжих, а за счет коренных американцев. Очень многие переходят. Вот в Тексасе есть один город небольшой. Вот там полностью весь приход протестанты, не помню, какого толка, не самое главное. Вместе с пастырем перешли в афтодоксию. Причем русско-православную зарубежную церковь. Поэтому здесь такого очень много. Вот. Ну, вот как бы, не поймешь как. Вот. Ну, то есть вы считаете, что нарушено-то ничего не было, да? Не было, не было. Это когда говорят нарушено, ни одного доказательства нету. Это обман. Это натравлись. Я вот что хотел сказать. Вот в Америке, там, говорите, приходят. Я ездил в Америке, начинают Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сакраменто. То есть на машине ездил. И когда были в Лос-Анджелесе, ну, я поговорил там, где остановились у них. Он сейчас, Орлов Никита Феоктистович, он у зарубежной церкви митрополитом. Орлов Антоний, митрополит Антоний. Знакомый, да-да-да. Да-да. Ну, а у них на квартире жил архиепископ Синкевич Антоний, тоже Антоний был. И вот мы разговаривали там со стариками. Там один, помню, фамилия Сорокин был. Старик такой, благообразный. Вот. Я говорю, а с молодежью как бы у Вас встретиться? Это в 92-м году было, в июле месяце. Он говорит, наша молодежь, она не нуждается ничем. Я говорю, ну, а все-таки Вы могли бы сказать, что я из России? Вот я узник Христов, за Слово Божие прямо отбывал. И вот я приехал к Вам и хотел бы встретиться. Правда, они созвонились, и молодежи много набралось. А он мне сказал, говорит, они, говорит, это не любят слушать. Ну, я говорю, ну, один-то раз можно. Вы бы посмотрели на них. Проходит час, проходит второй, третий, четвертый, ни один, никуда, вопросами закидали. А они потом, старики, это наша молодежь, мы ее не узнали, это как так? Я говорю, Бог, где Дух Святой, там свобода. И Господь так им приоткрыл, старикам, что надо было посмотреть. Я их видел. Работать надо. Работать. Я в тюрьме. Я в тюрьме. И утром мне говорят, вот Вы ночью молились, говорят, и семь преступников уже стояли на коленях. У меня начальник тюрьмы пришел к Богу, следователь. Следователь КГБ обратился к Богу. Мало того, вот ко мне приехал еврей, еврея привезли, там полтора часа побыли. Он сейчас батюшка еврей, Наум Израилевич. Это Бог делает. Бог. Конечно, конечно. Ну, в этом отношении я тоже очень много видел. И когда говорят, что там молодым ничего не надо, ну, да, может быть, каким-то, какой-то части. Но, если ты говоришь от чистого сердца и с Господом, и им, очень многие. Я за время, когда сидел, я два года только в тюрьме в одной присидел, а остальное время на зоне. Вот. Я обратил четыре, по-моему, человека, сатаниста. Сатаниста. Меня увезли в Москву на высший суд. Я приехал, они сидят с Библиями. Я не поверю. Говорят, что случилось-то? Они говорят, вот так. Слава Богу. Понимаете? Поэтому, если ты говоришь от чистого сердца, от чистой души и о нем, а там, как сказано, где двое или трое собрано во имя Моё с теми, я, я не думаю, что есть кто-то на земле, кто его переговорит. Как вы считаете? Да. Где Дух Господний, там свобода. И где Дух Божий касается сердца человека, никакая твердыня не устоит. Ибо написано, тот, кто в нас, больше того, кто в них, в мире. А они, раз Сатане служат, а Господь побеждает, 16 глава, 20 стих, Крим нам говорит, и Сатану сокрушит под ноги ваши вскоре. То есть, нужно свидетельствовать. Ну, мне не надо придумывать. Я просто из своей жизни беру. Нет тех твердынь, которые устояли бы перед Богом. Нет. Когда Господь с тобою, рушатся стены, падают твердыни дьявольские, в горы колышет Бог. Вот мы ездили через Турцию, и нас русская мафия там нацепила, мы не можем не выехать, ничего окружили, заблокировали. И мы 12 часов на верхотуре были, молились. Там как нам турки помогали. И тогда последний уже, который сторожил, и проходит мимо нас, а мы на коленях молимся. И он говорит, этих нам не взять. Этих нам не взять. А дальше было, как Господь нас провел. Я же рассказываю, не 2 километра, а 140 тысяч километров, может быть. Ну, то есть, мы посмотрели сегодня, 120 это только по этим... Три раза по экватору земной шар прошли. Так мы в каждом месте оставляли на 750 евро книг. У меня 38 томов вышло из печати. Мы знаем, что в окрестностях и таких оселах мы распространили 30 тысяч Евангелий. Мы в одно село приехали, 9 машин, большое село. И в каждый дом заходим, приглашаем, дарим Евангелие. Ну, встреча бывает на стадионе, в Доме культуры. Господь это делает. Наше дело сеять, а обращать дело Божье. Почему? Феофан Затворник говорит, благодать трех видов. Первое, призывающее. Проповедь должна быть. Второе, обращающее. От нас не зависит, кому обратиться, сатанисту или коммунисту. И третье, освящающее, это в церкви через рукоположенных пастырей. Благодать таинства. Ну да. А как вы к антиохийской церкви относитесь? Я все признаю каноническими. Я лично свое мнение. Потому что сколько можно исследовать, все исследовал. И у нас нет ни одной антиканоничной церкви. Не считая осколков, какие от зарубежной церкви остались. Я знаю каноничные. Тихон, архиепископ Омский, фамилия Пасечник. Агафангел в Одессе, Пашковский. Это законно. Орлов, вот я которых точно знаю, это абсолютно законно рукоположенное. Они рукополагались, когда митрополит Виталий еще был митрополитом. У меня есть грамота особая с печатью. В 91-м году митрополит Виталий выслал мне благословенную грамоту на всестороннюю проповедь для русского народа. А я чтец всего лишь, я, как говорится, мирянин почти что. Чтобы я мог проповедовать и при епископах в храмах. Ну, слава Богу, хорошо. Ладно, вот там о коптах говорить, что это нормальная церковь каноническая. А как же, они же монофизиты. Как они? Да, монофизиты, монофизиты. Но они имеют рукоположение. Закон сохранили. Все, это мы... Я вам только свидетельствую, без спора. Я их признаю, то, что они есть. Есть. И они сохранили. А которые совершенно правильно поступают, есть которые, но у них не найдено по рукоположению где-то, они остаются за пределами церкви. Они должны прийти. Вот возьмите, есть книга одна. Видели? Питер и Голквиста. Возвращение домой. Да, конечно. Вот она у меня. Возвращение. И они куда обратились-то? Где обращались, не приняли. Они тогда к грекам, те приняли их. Ну и что дальше-то? В первый же день обращенные, уже православные, они все вместе сидят и курят. Вот в Америке, которая сзади у вас там приходит. Я видел их. Бритые курят. Курят. И курить для греков потом ничего нет. С одной руки в другую папиросу положил, благословил. А у нас курящий, вот я где живу, мы даже во двор не разрешим. У нас деревню православную мы строим. Даже в деревне, везде стоят таблички, на территории деревни курить запрещается. А они курят в церковной ограде стоят. У нас этого нету. Ну вот смотрите, я начал как-то разговор поднял с ним. Мне по этому поводу сказали, что а как быть? А написано, что любое растение, которое насадил не Господь, Бог уничтожит. А он же не уничтожил. Правильно, правильно. А кто тебе сказал, что его надо сжечь? Это табак, хорошее растение. Для уничтожения моли, моли. Его надо мелко отрошить, паршу овечек посыпать. Но не внутрь тебя, на разложение элемента демон любит в дыму сидеть. Уста курящего демонская кадильница, Ян Караштадский. Ну, я очень с уважением отношусь к святым отцам. Но здесь вот можно, конечно, скажем так, вспомнить многих баптистов. Они говорят, а где написано? В Евангелии такого нет. Скажем так, вы храм Божий. Написано, вы храм Божий. И Господь говорит, придем, говорит, с отцом и будем витать в них. А табак отнимает у человека 12 лет жизни. Если курит он, просто курит. Рак гортаний легких. Если на свае, рак щеки. Если другое что-то касается, везде рак. И это не нужно. Почему? Бог не благословляет непотребство. Это непотребно. Непотребно. Вот почему. Наверное, да. Не, ну то, что пользы никакой нет, это однозначно. Это уже даже доказывает, по-моему, нельзя. Правильно? Но я не знаю, конечно. Кстати, вот у этих греков это пошло все после подписания, скажем, общения с римляниями. Католики же курят. У них даже монахам раздают сигареты. Это нормально. Ну, можно что-то раздавать. Индульгенции раздавать. Заранее блуд свой откупить. Мы знаем это все. Никакое счастилище не поможет. Слово Божие говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Не имеющий не увидит жизни. И если человек Духа с Христова не имеет, он не его. Кремленам 8-9. Все на этом. И они о чем спорят даже. Они курят, ну и пускай курят, но к церкви это отношение не имеют. Вот они говорят, принимать не принимать противозащаточное. Папа не одобрил это. Предохранительные разные меры. Все это за пределами церкви. К церкви это не относится. Вне церкви это может быть. Потому что сатане служат. Ну это же убийство самое прямое. О чем разговаривать? Какие там? Тем более за аборт вообще разговариваете? Это как бы... Правило Василия Великого второе. За аборт 10 лет отречения. Все правильно. Ну это же убийство. Что говорить-то? Это у православных все переполнено этим. Никакой унитый тут. Что бояться католиков-то? Когда все католическое. Крещения нет, мощат только. Бреются точно так же. Курят. Они уже давно с Украины священники. А католичили все папизм сплошной. Это для дури только показывает. А вот католики-католики. Да что католики, когда все делают по-католически? Ну конечно. Ну в принципе они же уняты в основном. Собственно говоря. Поэтому чего удивляться. То же самое как и греки сейчас. Практически то же самое. С виду как бы настоящий православный храм. А внутри получается то же самое. Те же сиденья. Торговля. Мерзость запустения. Вот у нас торговли нет. У нас вообще деньги не появляются. У нас с тарелкой не ходят. Десятина. Святая десятина. Каждый должен отдать десятину. Все на этом закончилось. И поэтому никакой торговли вообще у нас нету. Покупают вещи, ставят батюшка сколько надо. Ладан. Все остальное идет за пределом. У нас налог с нас не могут высчитать. У нас нету никаких сборов. Ни крещения, ни венщания, ни освещения машин. Нигде ни одного рубля у нас нету. Нигде. У нас в устав это записали. Ну, а что в устав писать, когда написано даром взял, даром и отдай. Что писать-то? Нет. Одно дал, а другое дело практика показывает. А на что священнику жить? Начинает. На что жить? Десятина. Десятина все покрывает. Конечно. От всех доходов. Она святая. А торговля проклятая Богом. Вы, говорят, обкрадывайте меня. Господь говорит, Малахия, что не платите десятины. И проклятием вы прокляты. Ну, да. Вот я хотел вас спросить совет. Вы в этом больше соображаете. Вот, к примеру, допустим, здесь получается так, что здесь очень много, ну, практически 99% русских, я говорю о русских, которые сюда приехали, они, как правило, протестанты. Ну, скажем так, они называют себя протестантами, на самом деле, они просто есть никто, зовут их никак. Но когда начинаешь говорить, то здесь все знают, что я ортодокс, и поэтому, как бы, у меня очень много знакомых, настоящих протестантов, разного толка, американцев, и очень чудесные люди. Вообще, я могу сказать, что в этом отношении Америка действительно Бог-благодатная страна. Никогда ни один из верующих, я имею в виду христианского толка, а мы здесь знаем очень много католиков, протестантов, все-все-все-всех, все знают, что мы ортодоксы, нам никто никогда не сказал, вы там, вы не такие, там, ну, так скажем так, по мелочи хотя бы, а уж тем более, как в России, как эти протестанты с православными грызутся, другого слова не найдут. Здесь такого просто нет. Вот, и поэтому я хотел спросить, очень многие здесь, вот, которые приехали из России, вот, то есть, у них православие ассоциируется именно с московской патриархией, с этими, с попами, со всем этим негодяйством, и всем-всем-всем разным прочим. И поэтому они просто, когда говорят, что православные, даже слушать об этом не хотят. То есть, никаких дел, здесь очень, ну, скажем так, мало вот этих всех храмов. То есть, есть скопление русских, но церкви нет. Я имею в виду православные. Вот, я не знаю, как уж они там это все это думали, та же московская патриархия, здесь их много церквей от них, от зарубежной церкви еще много церквей. Но, допустим, где мы живем, мы живем во Флориде, это Форт Уолтен-Бич. У нас майлов на 700 ни одной церкви нет. Грек, сколько хотите. Вот даже, вон, копты есть, есть те же антиохийцы, разные-разные прочее. Вот, но здесь вопрос, со многими еще разговаривали, они с вами говорят, как московская патриархия, как российская церковь, никакого даже, даже такого нет. Если мы, допустим, по истории знаем, что Россия-то, в принципе, крестила Византия, правильно? Это же совершенно не русская церковь была, которая нас крестила. А потом-то мы с нее как бы выросли, да? Нам помогали и греки одно время. Вы говорите, я сейчас дверь открою, братья идут. Говорите. Хорошо. Вот, поэтому, как бы мне это интересно было бы, вот, если делать вот то же самое русское отделение, вот, но, честно говоря, я не хочу сказать, что я святой. Я, естественно, не святой. Я самый грешный грешник. Но я всю жизнь, в принципе, ну, видимо, хороший пример, допустим, своего духовного отца, Сергия, да, отца Сергия, вот, я хотел стать священником. Меня очень долго не поступал в семинарию. Почему? Потому что я все это видел, как они живут. И когда у меня на глазах говорили, вот, эти попы, которые, они обкрадывают народ, оббирают, покупают себе там дома, машины, разные прочие. У меня с детства в голову шло только то, что я должен сначала заработать себе на дом, на машину и на все остальное, а потом можно было учиться, рукополагаться. Ну, и, соответственно, как бы в России с этим очень тяжело было, потому что первое, что я сделал после того, как я школу закончил, поступил в университет, я там организовал христианский кружок, за что был бит немалым от людей в погонах, ну, и поимел очень много проблем. И начались мои скакотни вот по всему этому СССРу. Вот, то там проблемы, то там проблемы, правда, ее никто не любил. Вот, и поэтому я хотел спросить, как вы думаете, если, к примеру, получить рукоположение, ну, от тех же антиохийцев и все-таки сделать русскую церковь. Ну, я, скажем так, есть микрокосмос, есть макрокосмос, да, то есть сжать всю историю до начала, как бы вот здесь. Потому что если Русь крестилась, в принципе, говоря от Византии, то получить рукоположение от тех же антиохийцев, а служить русскую службу нашим восточным направлением, как вы считаете, это нормально будет? Абсолютно. Слава Богу. Я тоже. Просто, понимаете, я здесь много священников уже знаю, со многими переговорил, там, епискок, раз и прочее. Знаете, когда, ну, ладно, там, священник, да, когда епископ говорит тебе одно, а на самом деле творит совершенно другое, ну, как бы это не очень хорошо. После того, когда русская православная, зарубежная церковь здесь во мнениях разделялась по поводу того, объединяться с московской или не объединяться, и вот одни из людей, которые говорили объединяться, после того, как приехал сюда наш митрополит, вот, и нанес визит в Мексику, ну, знаете, наверное, да, там, что там случилось, вот, как бы многие взялись за голову, а куда деваться, пятками назад, как бы, неудобно. Вот, и получается так, что даже вот, когда тебе говорят, что, ну, вот он же ангел на земле, да, как считается, митрополит, это же ангел на земле, черноватый, как бы, получается ангелочек. Как ангел на земле, говорит, ангелок, а рога в потолок. Да, да, и поэтому я говорю, что как бы вот с московской патриархией не хотелось бы никакого вот этого отношения иметь, поэтому мы уже вот сколько говорили, есть такая инициативная группа здесь из тех, которые приехали сюда, ну, там русские, не русские, ну, все, кто выехал из СССР, вот, хотели бы иметь здесь свою церковь, но не хотели бы никакой связи вот с московской патриархией, вот, и поэтому рукоположение, наверное, от них, это было бы, наверное, правильным вариантом, как вы считаете? Видите, мы видели вот этот бедлам, который в церкви, патриархии, ходили, мы долго советовались, приезжали наши соратники, мы заходили в храм, все время в храме-то были молились, там мы причащались, и вот стоим и у дверей смотрим, что можно сделать, чтобы вот этого не было. Приходили к выводу только одно, закрыть на замок, начинать работать в ограде, и месяца через три маленькую щель делать на цепочке, по одному человеку запускать, чтобы люди знали, что такое рождение свыше, что такое жить по заповедям Божьим, а сегодня так, туда-сюда цыгане, коммунисты, казаки, им разницы никакой нет, лишь бы деньги были, вообще никакого порядка нигде нету, нету, и поэтому Антиохия, там то другое, а рукоположение действительное, но будет ли что другое, это очень трудно, очень трудно. Вы знаете, чем хороша, допустим, заграница, я не знаю, может быть, в других местах не так, в Америке священник никакого отношения не имеет ни к деньгам, ни к стройке, ни к чему совершенно, священник, он что делает, священный действует, отслужил и иди. Всеми делами занимается церковный приход, и он чуть ли не каждый год меняется, то есть занимается всеми делами, деньгами, всем-сем-сем-сем-сем остальным, и кого пригласить на служение к себе, это занимается приход. Священник пришел, отслужил, будь здоров, треба какая-то нужна, вот его вызовут, и все. И очень многие священники, помимо того, что он служит в какой-то церкви, они работают все на стороне, потому что зарплаты, как в России, вот такой сумасшедший, здесь нет, здесь совершенно нормальные, вменяемые зарплаты, и все где-то преподают, даже вот я знаю, когда сюда приехали, я работал в ресторане одно время, тарелки мыло, вот, и не считаю это зазорным, вот недалеко, я знаю, в другом ресторане работал священник, он готовил, и кто-то преподает, кто-то еще что-то такое, то есть, понимаете, здесь вот такого, как такового, вряд ли будет, если вот будет совет нормальный, людей, которые соберутся, которые будут понимать, чего они хотят, они хотят туда или туда, здесь в этом отношении, Россия была всегда, как бы, самая такая, ну, необразованная страна, как в юридическом, так уж тем более в христианском смысле, очень мало людей, кто знал, и специально не давали этого делать, как там сказано, незнание законов не освобождать от обязанностей, правильно? Да. Правильно? Что так, что так. И поэтому папам было очень даже накладно, чтобы люди знали. А зачем? Он же будет знать правду, тогда он на него влияние никакого не может оказать. Да. Вот и все. Я свою библию купил после, не помню, седьмого или восьмого класса, а с шестого класса я начал работать, папа мне помогал, мне разрешал, и как бы устраивал, я там, кто стенки красил, а потом уже художником работал. Я свою библию купил за 25 рублей. В то время это были сумасшедшие деньги. А сейчас, кто мешает, залезть в этот интернет бесплатно, любого толка можешь скачать себе библию. Хочешь Новый Завет, хочешь с толкованием, хочешь на церковно-славянском, хочешь на русском, хочешь на каком хочешь. А что, знания увеличились? Я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Однажды как-то спорили там с людьми, там, как бы это все бы. Я говорю, понимаете, в чем дело? Когда дают вам даром, оно вам это не надо. В любом, ну, в любом деле, правильно? Но когда ты заработаешь это своим трудом, и будешь знать, чего это стоит, а тем более, если ты будешь знать, куда тебе это нужно, куда идти. У тебя есть знания, у тебя есть стремление, у тебя мотивации будет больше. Правильно? Правильно, да. Вот и все. Ну, когда знаешь, что люди где-то бедные, ничего не могут сделать, вот мы сами покупаем Евангелие и раздаем. 30 тысяч Евангелий мы купили, это не даром. Ну, ладно, у меня книги есть, а что-то на обмен. А которые могут люди, те покупают. У меня выходит 90% книг, изданных пошли в подарок. Все правильно. Но, понимаете, когда у человека нет возможности заработать, это одно. Но когда есть возможность, и он этого не делает, это совсем другое. Знаете, когда, я всем говорю, разговариваем с людьми, они говорят, какие люди там, какие люди здесь. Я говорю, понимаете, люди здесь самые обыкновенные, как в России, точно такие же, ничуть не лучше, не хуже. Но приезжающие сюда из России, они бывают только двух категорий. Очень хорошие и очень негодяи. Из этих очень хороших, очень многие переделываются в негодяи. А чтобы из негодяй получился хороший, я такого ни одного не видел, хотя со многими знакомы. И мне рассказывают, и я там, как бы там делюсь информацией. Знаете, вот это надежда может быть на то, что сюда приезжают и сразу же поварятся, благо, извините меня. Мы пять лет здесь живем, мы приехали сюда, у нас было не то 140, да, или 120, что-то там, долларов всего лишь. И жена беременна на девятом месяце. Мы приехали с ни с чем. Все, что осталось, осталось в России. Растащили все, что было можно. И вот после всего этого, с ни с чего, на голом месте, нам никто не помогал. Нам никто ничего не рассказывал, мы сами все узнавали. И вот мы пошли, 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 пошли. Почему? Потому что я работал, работаю и буду работать. В материальном плане и в духовном плане. И если мы молимся, и Господь это видит, Он только нам поможет. А будешь помочь некому в принципе. Но вы сами посудите, кто здесь помогал бы? Да никто, если бы не он. Вот и все. И поэтому, когда говорят, что вот нам никто не дал, нас же не учили. А вы хотели учиться? Нет. Что не было священников? Они всегда были. Мы жили напротив церкви, маленькая такая вот, уличка такая вот напротив церкви. И, ну, мы-то играли на улице постоянно. Я не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь к отцу Сергию приходил по поводу учения. Просто хотя бы спросил. Просто хотя бы рядом там погулял. И то, что говорят, там, коммунисты не давали, милиция стояла вокруг. Ну, не смешите меня, я все это видел. Да, они стояли на большие праздники. И то они стояли и смотрели, чтобы никто там ничего там не бедокурил. Ну, по крайней мере, чтобы людей гнали, я никогда этого не видел. А мы напротив церкви жили лет, наверное, 15. Кто-нибудь приходил за знаниями? Почему вы говорите? Вот и все. Но здесь совершенно по-другому почему-то. Они все знают Библию. Если они ее не знают наизусть, то, по крайней мере, они ее читали хотя бы несколько раз. На самом деле так. Конечно, какой перевод, разговора нет. Вряд ли у них было то же самое, как бы наше там что-то такое. Скорее всего, это вульгата была. И как-то мы познакомились в интернете с одним, кто он там, архиепископ, что ли, что-то такое, что-то не митрополит такой. Это вообще англиканский. И вот он почему-то считал, что вот эти все голубые и розовые, ну, понимаете, о чем говорю, да? То есть, эти сексуальные извращения, это совершенно нормально. Я говорю, уважаемый, вы даже не священник, вы уже высший священник. Вы о чем говорите? Это смертный грех. Это даже не обсуждаемо. Смертный грех. Он говорит, да ну, Господь же разрешал. Я говорю, где это взяли? Я начинаю с ним разговаривать. Он мне говорит, да это совершенно нормально. Я говорю, слушай, может, я уже что-то там не соображаю. Давай, глянь, открываем наш перевод и английский перевод. Что вы думаете? У них в вульгате, вот там, где написано, что мужеложники, скотоложники и разные прочие, царствие Божие не наследуют. У них этого нет. Там просто это не написано. Как просто увезти народ в блудину? Вот, пожалуйста, вот вам это самое вульгат. У нее даже разное название. Вульгат. Что она говорит? Вот и все. И поэтому, как везти, с кем везти. И не очень бы хотелось начинать, как там, как это капитана в рунгере, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Вот. Поэтому, как бы, не очень хотелось начинать с того, чего уже люди прошли и, как бы, отвращение к этому. Такие дела. Так что, ну, не будем тогда задерживать ваше время. В любом случае, ну, я не знаю, мы люди небогатые практически, как бы, да? Так получается пока еще. Вот. Нас четверо детей маленьких. Вот. Но в любом случае, если чем-то смогу, вот, чем-то мы сможем там, вот, у вас теперь скайп есть, там, адрес там, может быть, созвонимся как-то еще, можем помогать там чем-то, я не знаю, чем. Но мы не нуждаемся в этом. Мы сами обеспечения. У нас деревня строится, скотину заводят люди. И поэтому у нас работает с темна до темна. Ну, я же не говорю там о моральном чем-то, потому что, вернее, материальном. Материальном мы сами, как бы, еще пока... Вот. А так, ну, может быть, чем-то, если что-то будет такое нужно, там, без разницы, как, если смогу, если мы сможем, то мы всегда поможем. Благодарю. Хороший. За мысль. Но мы не нуждаемся ничем. Мы, наоборот, стараемся, как Господь сказал, блажение давать, нежели брать. Согласен. Но, опять же, если мы друг другу не будем помогать, то кто нам еще поможет? Ну, если помогать тому, кто нуждается. Поэтому мы все время таких людей находим. Бог дает. А мы сами не нуждаемся в этом. Слава Богу. Ну, если вдруг вам будет что-то надо, вы же перезнаете. Ну, как-то Бог делает так, что вот как с неба. Вот я разговариваю с вами. Это в центре города, в центральный район. И вдруг я получаю два дома в частное пользование. Все. Государство мне дает. И 13 соток. Почему? Потому что, когда я освободился, стал требовать так называемой сатисфакции, удовлетворения, поражения. И 11 лет шел суд, и я выиграл его. А рассчитывать у городской администрации нечем. КГБ осталось в стороне. Я создал фонотеку, самую крупную в мире. По всей вероятности. 50 тому. И дальше издавал там магнитофоны и прочее. Бог так сделал, что процесс выигран. А у них рассчитываться нечем. Хороший судебный исполнитель, она сразу же дала знать городской администрации. Арестовывая все, все абсолютно движение финансовых средств, пока не рассчитайте с Лапкиным. И тогда мы уже мэр города, прокурор края собрались. И вот мне здесь выдали. Мы отремонтировали. Мэр города не раз приезжал, смотрел. Прекрасные отношения. Это Бог делает так. Конечно. Но я не рискнул подавать сфиксацию в России. Почему? Потому что я знаю совершенно точно, что там этого просто не дадут. Вот. Я когда сидел еще на зоне, я пробовал все это подавать выше суд туда, в Страсбург. Ну и соответственно они сделали очень просто. Письма задерживаются и посылаются гораздо позже. Мне пришел ответ, что да, у вас очень хорошее выигрышное дело, но так как вы опоздали по времени, извините. Вот и все. Ну и соответственно все опера сказали, ну ты же понимаешь, что письма заваливаются куда-то там. Вот и все. Видите как? Вот что вы говорите, я ничего не оспариваю. Так и есть. Но вот у меня все было по-другому. Когда мы поехали с благовестнической миссией, я 53 года веду миссионерскую работу с разными сектантами, то нам говорили, только не ездите туда и показали, где Азербайджан опасно, а Чечня, там голову режут. Ну вы-то пропащий человек, вам только умереть бы за Христа, мне говорят. Ну а этих-то зачем берете с собой? Ну я же не один еду с собакой, нас коллектив. Мы проехали Чечне три раза. Шесть мусульманских республик прошли Турцию, Азербайджан и везде нас принимали как родных. Мы в Баку ночевали в доме мулы и беседы это выставлены в интернете. Это Бог делает. И что нас думали, как плохо в Скандинавии по отношению к собаке. Над нас это не срабатало нигде, нигде. Нам наоборот полиция помогала. У нас остались впечатления самые хорошие за границей. Я много по Америке ездил. И поэтому я ждал, когда я вернусь домой. Сейчас бы сказали, там какой-то срок отсидеть или выехать навсегда в Америку. Я предпочел бы первое. Я среди своих. Я нужен там, где родился, где родился и пригодился. Ни под каким видом бы не согласился быть высланным. Считал бы это страшной трагедией для себя. Ну, я не выслал, но я сам уехал. Но с другой стороны, знаете, просто я понимаю, что, ну скажем так, я там просто ничего сделать не могу. Не потому, что я что-то хотел, там какой-то переворот. Я ничего не хотел. Я не хотел переворот. Я просто хотел быть собой и чтобы все, которые называют себя кем-то, были тем, кем они себя называют. Но они этого не хотели. А правду никто не любит. Понимаете? Вот. А насчет того, что там мусульманы и разное прочее, если он настоящий мусульманин, он никогда никому вред не сделает. В Коране написано, что они могут только защищаться. А уж тем более нападать и гадить, и взрывать и разное прочее они не имеют права. Если он действительно верующий человек. А если у него есть хотя бы какая-то там клеточка для веры, Господь его направит в нужное русло. Вот и все. Смотрите, я нахожусь среди русского народа. Во времена перестройки еще не наступили, а мне уже все двери открыты. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. В десятках школ. Все техники. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Заводы, фабрики, КГБ, прокуратура. Нет ни одного места, где бы я не проповедовал. У меня получалось иногда часов 15-16. За мной машины приезжают. Что бы я в Америке делал? Я был там, видел. Да хорош, то же самое. Единственное, конечно, у вас была бы проблема с языком, наверное. Но она у вас была бы, скажем так, несколько минут. Потому что русскоговорящих на английском столько нормально. Вы себе представить не можете. Вот мы здесь знакомы с одной семьей. Она недавно приехала к нам в город. Вот они старообрядцы. Это из тех, которых... То есть семья жены бежала через Китай, а семья мужа бежала через Турцию. То есть их бабушки даже там родились. Они, соответственно, родились здесь. Они по-русски говорят, ну с натяжкой. Я их учу церковно-славянскому. Вот. Они нас учат английскому. Вот. И поэтому я вас могу уверить, что если бы приехали сюда и было бы такое желание благовествовать и проповедовать, у вас было бы столько переулчиков. А тем более это дело Богоугодное и Господь все видит. Там вообще-то, как говорится, да, то есть после крещения должны быть дары Святаго Духа. Одно из них — говорение на язык. Но это не то тарабарение, которое там некоторые тарабарят, а на самом деле. И вот, ну, скажем так, я, конечно, верший человек, но мне иногда интересно посмотреть все же на самом деле, что происходит. Я очень... У многих, которые крестятся, да, я говорю, ну что, брат, заговорил? Или может какой-то там другой? То есть по поводу крещения, ты правильность или неправильность? Я, конечно, понимаю, что как мы не должны там чудо требовать от Господа, да? Но хотелось бы чего-то такое увидеть. Не для того, чтобы как бы себя уверить, да? Ну просто хотелось бы увидеть хотя бы одного правильного человека. Есть такие люди или нет? Я обратился в 62-м году. В это время я занимался на семи языках. Мне Бог давал знания. Я английский самостоятельно в армии за четыре месяца вышел. Беседовал с американцами, с англичанами. В немецком собрании говорил проповеди на немецком языке. Но это 50 лет назад было. Но народ немой. Понимаете? Я не могу это передать. Вот я томился там за мной так, там в монастыре, и там все условия создали. Я мог как политический заключенный остаться там с альготами. Мне уже там был разговор. В Канаду приглашение к митрополиту пришло. Никуда. Я только домой. Домой. Я здесь родился. Я здесь. Каждая собака меня знает. Ну и чего же. Собаки. А вороны я все остаюсь. И вороны мои здесь, и голуби мои. Знаете, я к этому отношусь очень просто. Вообще вся земля, это земля, которая дана нам Господом Богом. А уж куда он нас направит, и где мы родились, не самое главное. Я знаю очень много людей, которые родились в совершенно другом месте, а живут в совершенно других местах уже. И они не считают ни своим домом. Это может так говорить только неверующие. Вот те все, как бы сказать, прорусские люди, которые, вот я русский, я тут должен русский. Я говорю, скажи, пожалуйста, что такое русский вообще? Есть такая нация? Они не понимают, о чем говорят вообще. Ты или земной, или ты небесный. Так ты верующий или не верующий? Если ты верующий, тебе даже вопроса не может стоять, где жить. Ты будешь жить там, куда тебя направит Господь. А если ты будешь ногами упираться, то ты не будешь жить. Это уже будет не жизнь. Я так думаю просто. И я почему-то думаю, вы знаете, я очень много видел чудес, на самом деле чудес. Начиная с России, потому что я очень много раз попадал в такие дела, в которых просто не живут после этого. Я не знаю, только чудом Господнем спасался. Здесь мы это видим, но с семьей, потому что жена, она просто как бы так уверовал перед тем, как мы познакомились. Ну, то есть она как бы, я не влиял на нее. Вот. Но то, что я вижу здесь, что происходит с моей семьей, там с другими людьми, я такого не видел никогда, поверьте мне. Вот это настоящее чудеса Господне. Я вас не переманиваю, я просто говорю то, что я вижу. У нас звонят баптисты, слушайте, пожалуйста. Звонят баптисты, которые туда уехали. Они рассказывают, какие там порядки. Все дают клятву верности. Американский флаг там. Я видел своими глазами, как на вытяжку священник в Каловском лагере стоит передо. У нас этого нет. Я говорю, а почему поста нету? А здесь за этим смотреть нельзя. Это насквозь промасоненная страна. Она испокон веку грабила Россию. И поэтому доверять американскому, там, я не враг Америки, никак. Но это совершенно не то. Вот у нас Назаров был, ну, он был перевозчиком на Суанской долине, он французский язык. Ну, и бежал туда. Но когда оказался там, да еще поступил там в Сорбонну какую-то, я, говорит, на глазах теперь увидел, вернулся в Россию. Это совершенно не то. Не то. Вот сейчас возьмите, где какая беда нету? Чем американцы-то лучше-то? Ливию? Как жили-то? Представить даже нельзя. Все разбомбили, все. Это два неоднополярных мира. Это устраивает выше, там, масоны. А там они все президенты, все масоны. И я бы там никому никак клятву давать не стал бы никогда. И поэтому ты не нужен. Вот у нас сейчас там есть Козловы, Козловы. И у них семеро ребятишек. Меньшему, я не знаю, сколько там, недель, недель. И она дочь старшую наказала. Баптисты. Отняли детей всех. Их посадили на семь лет, кажется. Сейчас освободились они. Она стоит твердо. А он Александр звать. А она Людмила. Маленько он зашевелился. Выслать в Россию, пока не дают там присягу, клятву, что угодно. Что больше не будут это делать. Да какая-то свобода. У нас этого нет еще в России. Там ювенальные инвестиции уже свирепцуют вовсю. Ой. Да она у вас скоро будет. О чем говорить? Нету. Это только неофициально. Нету. Нету. Ну, пока нет. Она у вас тоже... Я вот смотрите. Я же вам сказал, что мне не пять лет. Я жил очень много и очень в России это смотрел. И участвовал в многих там этих процессах там российских. Там все это смотрел. Все, что есть самое поганое за границей. Я не беру Америку. Вообще за границей. Все очень быстро перелепляется в России. Все, что здесь есть хорошее, туда почему-то не переживается. Почему? А я вам скажу, почему. Когда я был в Америке, я говорю, видите, какие улицы. Давайте так мысленно вообразим такую картину. Сейчас наш город какой-нибудь Кемерово. Проснулись жители Кемерово. Там Сакраменто. А Сакраментальные, которые у нас здесь встали, те удивились. Улицы чистые. Через год такой же Кемерово там будет. А Сакраменто, которые приедут, они встанут. А что за захламленность? Они вычистят, и через год будет свое Сакраменто у нас в России. Я бы это все. Все это так. Почему? Это внутри заложено. Внутри. Это менталитет человека. Где он был. Но дело в том, что насчет вам говорили там клятвы. Клятвы, если хотите получить гражданство, оно вам нужно. Вот мне, к примеру, не нужно. Что дает гражданство? Право голоса. Я голосовать не ходил в России никогда. Я не голосую никогда. Здесь тем более голосовать не буду. Я его не знаю, что мне голосовать в принципе. Но я доверяю народу, который знает его и который проголосует здесь. А там, в России, знаю я его, не знаю я его, негодяй он, хороший он. Все, что я скажу там на голосование, это никому не интересно. И поставят того, кого нужно. Я это знаю. Это и в Америке так же. Мы считали, перед Рейганом, которого избрали, там который был. И у них собирается мальчишник. Все миллиардеры собрались. Ну и они решили, еще будут синие, красные лампочки зажигаться. Какой штат, куда. Это все фикция. И Рейган отошел, такой печальный. Он подошел, самый главный у них похлопал по плечу. Ронни, не обижайся, следующий президент ты будешь. И он и был. То есть, это все игра. Игра. Они делают, что хотят. Разбойничают по всему миру. Вы знаете, это в России то же самое. Все заранее. То же самое, да. Что будет этот, потом этот, что этот. Да, да. Два нашего президента. Вот и все дела. Ну, понятно. И поэтому, что туда есть к ним. Мы живем вот так вот, ровненько. Да. Вот. Вот это ровненько здесь, для меня совершенно, ну, скажем так, непостижимо было никогда там, в России. Потому что я знаю, мне никто не тыкнет. Глаза там. Никто мне ничего не скажет. Там, хочу я это делать. Не хочу. Это мне никто не будет навязывать. Мне никто не будет говорить, что ты вот дурак. Ты мог бы делать вот это. А ты сидишь нищий, потому что ты не делаешь вот это. Никто здесь не есть с советом, если кто их не просит. Здесь вот, понимаете, я не знаю. Я совершенно точно знаю, что у меня не будет проблем никаких, если я их сам себе не создам. В России у меня была их стука, и я их не создавал. Они почему-то сами росли, меня их кто не спрашивал. Когда я был в Америке, меня спрашивали, как вам КГБ мешало работать? Дело в том, что я 50 книг там насчитал, распространял, архипелаг ГУЛАГ сделал известным. В интернете все стоит. Зарядите лапки на архипелаг ГУЛАГ или Библия, там, Златоустово. Считали, да. Ну и как они помешали? Меня в Нью-Йорке спрашивали, в Вашингтоне там задавали, когда народ собирался в Жан-Дон-Вилле. Я говорю, никак. Они меня сделали известным, меня пригласили. Как бы ни они, я бы нигде не был. Никак. В моей жизни не было еще момента, когда бы я сказал, невозможно. Почему начинаешь работать, и Бог как-то все это убирает, все эти неровности, и как-то все получится. У нас 21 тысяча разрушенных сел по России-то. Мы взяли землю с нуля, начали строить. Получили статус. Трудно было. Пришлось в Москву ехать, там, Белый дом. Там священник был, Глеб Якунин провел. Наконец открыли. Мешали, раздаем тракторами. Ничего нету. Открыли школу, храм. Жизнь идет. Это Господь допускает опасности, чтобы мы трудились, к Богу прибегали. Ну, согласен. Ну, Глеб Якунин давно уже, как бы, не священник. Он же, как бы, считается поп-вострига. Умер уже. Умер. Якунин? Да. Когда умер? Год назад примерно. А, он тогда не знал. Я лично знал его. Мы беседовали не один раз. Тогда приезжал Рейган. И он с ним на встречу. Сказали, что встреча должна быть. А ему уже время назначено. А мы с ним сидим в комнате там у одного. Он сейчас тоже в этой, Попков его фамилия, в Америке-то. Отец Глеб наливает полную кружку водки, 40 градусов, и заворотник не пролил. Я говорю, что делать отец Глеб-то? А пускай знают русских. Мы с ним сфотографировались, и он пошел. Русский человек. Он никого не боится. Он только что 7 лет отсидел в якутских лагерях. Да, 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 да. Он сидел, я знаю. Но, одно время, по-моему, даже в такое в России мнение ходило, кто не сидел, тот не настоящий. Ненастоящий, Саль. Помогут. Если начинаешь что-то шевелиться делать по-человечески, тебе просто помогут. А если тебе не помогут, значит, ты ничего не делал. Просто сидел, пожалуйста. Что мы начали говорить? Вы спросили, там распространяет Герман. И ему имя одно, разрушитель с большой буквы. Он ничего не созидает, он только разрушает. Разрушает веру в людях. У него не за что, усыпиться даже не за что. Библия неправильно переведена. А в Библии нет ничего и нету. А ему это и надо. Булку хлеба спек 450 рублей. Он людей считает и дураков. Знаете, мы готовим дома и хлеб, и колбасу здесь делают, потому что там молоко, каймак и разное прочее. Ну, как бы вот такие вот все, да. Вот, но я не знаю, конечно, по Москве-то цены совершенно другие. Вот. И когда я матери позвонил, говорю, ты знаешь, есть такое настоящее. Она знает, конечно, она сама готовит. И вот хороший нормальный хлеб, который без дрожжей. Она, конечно, знает, я уже ем его и все в порядке. Вот. И получается так, что экономически вот этот чистый хлеб, который без дрожжей, он обходится гораздо дешевле, потому что ты не тратишься на эти дрожжи, которые вредные. А с чем они вредные? Я вот сколько слышу это дело-то и не могу объяснить. С чем оно вредное? Когда Господь говорит, царство небесное подобно женщине, которая положила закваску в три меры муки, не без дрожжевой. Без дрожжей это царство небесное не похоже. А это прямо образ царства небесного с дрожжами. Я вам сейчас объясню, я сам готовлю, я вам объясню. Не бывает без дрожжевого. Да. Дрожжи есть, только эти дрожжи, получается, та же самая мука и та же самая вода. Мы сначала дем вот эту закваску, а потом тогда получается уже с него вот то, что получается. Я знаю, это я видел ролики, считал, но если их негодное, оно негодное. Ну уж прям за это бьются, все равно сто лет не проживешь. Да естественно. Даже от жизни. Жизнь, она вообще вредна, от нее умирают в конце концов. Конечно. Вот. Но дело-то в том, что закваска, которую ты делаешь сам из настоящего, и закваска, которая химическая, был такой Адольф Шиперг-Грубер, который Гитлер, дабы он понимал, что такую страну огромную победить нельзя, ее можно взять только изнутри. И они очень долго разрабатывали вот эти самые дрожжи, которые не разлагаются вот здесь, а разлагаются в организме, которые умершли. Так вот, советское правительство, мало того, что их приняло к исполнению, так она обязательно заставила погорство их применять. Их применяли после 45-го года до самого-самого-самого последнего. И я вам говорю, я эти документы видел. Вот. Они настолько вредны, что вы себе представить не можете. И если вы перейдете на этот бездрожжевой хлеб, я вам просто советую, попробуйте. И вы увидите свое, ну, скажем так, внутреннее, ну, так, ощущение здоровья совсем, совершенно другим. Я вам просто говорю. Я сам готовлю, я это знаю, я понимаю. Просто одно из образований, я, ну, скажем так, натуропатический доктор. Вот. Я просто знаю, что это такое. Мне 77-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Ни одной. И дрожжевой хлеб. Вот за компьютером я издавал книги, набирал. За 9 лет я просидел больше 30 тысяч часов. И глаза еще видят. Господь, мой Бог. А Бог? Как Григорий Евгеньевич Распутин говорил, а Бог? Ну, да, да, да. Но, не знаю, но не знаю. Ну, я, вот перед вами я живой. Ну, я тоже, слава Богу. Не считается болезнь, болеешь ли? Я говорю, нет. Почему? Потому что, если где-то что-то свербит, ну, 77-й год. Я прошел какие пути? Как меня в морозилке держали, руки выворачивали. Меня 26 лет психиатрия только мучило. 26 лет. Я и знаю, о чем говорю. Не просто говорю, а то, что пережит. О чем не видел, я и говорю, так или не так. Так что, я русский человек, мне открыт путь к их сердцам. И там я был среди русской диаспоры, где выступал. Ну, наверное, в принципе, конечно, да. Но, я не знаю, я сколько читал святых отцов, и уж куда они только не ходили, и что они только не делали. Если они говорили о Боге, и они действительно были Божьими людьми, то их никогда никто нигде не отвергал. Да. Как написано, Господь поругаем не бывает. Если бы они говорили от себя и свое, ну, процентов 99-99 они бы проиграли. А когда они говорили о Боге и Духом Святым? У нас поступила пленка, пленка поступила, ну, на магнитофоне. Выступает один баптист, а я их знаю, лично знал с ними. Когда они уехали в Америку, они полностью все расслабились. И он дальше говорит, как спортивные игры везде пошли, как одеваются в брюках, как ведут женщины себя без платков, накрашенная. Это баптисты отделенные, Совета Церквей. И у нас уехали туда люди, Кушнарчук, фамилия его, он сейчас там живет. Ничего духовного там нет. Я был в Америке, видел, да. Я ездил в поезде один из Нью-Йорка, в Вашингтон там. Ну, то есть, видел своими глазами. И сказать, что там они, эти люди, так понимают, как у православных где-то. А что он будет понимать-то? Он протестант. Проехали протестанты, а баптисты не пьют, не курят. Поехали туда, они совершенно другие стали. Они разложились там. И чтобы из России поехали, из России поехали в Германию. Немцы, немцы. И вот говорят, у них там одно собрание. И как только русском, а в одном собрании немцы природные, природные, и которые отсюда немцы приехали. Так природные ведут с девяти, а отец с одиннадцати. Так они, говорят, табак сначала разгонят, чтобы русские, говорит, не любят, когда табак в молитвенном доме. Я видел их, а как покаять? А кто поднимет руку? Все, покаяние считается. Да у нас разве так веруют? Ой, вы знаете, как бы сказать правильно и никого не обидеть. Если человек верующий, я не считаю никого, ни католиков, ни православных, ни баптистов, ни адвентистов, никого, никого, никого не считаю. Они все неправильные. Есть христиане, есть нехристиане. А как он себя называет, это вещи совершенно разные. Если они себя называют православными, это не значит, что они православные. Ну да. На самом деле. Понимаете? И вот все, кто здесь, если вы говорите за Америку, я могу сказать, 99% переехавших сюда якобы баптистов, никакого отношения не имеют к Христу вообще. Никогда не имели. Я знаю одну семью, которая до такой степени здесь чуть ли не на руках носится, баптисты, которые там, ну все из себя. Я знаю эту семью в России, я с ним вырос, с этим товарищем. Он никогда в жизни не был ни в одной церкви, ни в одной. Это я им точно говорю. Потому что я лично знал и того священника, и того. То есть и старообрядческого, и православного. И знал, что он просто не мог по определению там быть. Потому что если бы папа с мамой узнали, они бы многие выдернули в то время. Потому что они были коммунистами. Их бы отурнули бы с работы, они бы точно засекли бы до смерти. А где жила его жена, там вообще никакой церкви не было. Никогда в жизни. Когда они жили уже вместе, то баптистская церковь была от них, ну, скажем так, метрах в трех стар. Они в нее не ходили. Они почему-то ездили в областной город, якобы ездили. Вот туда на собрание. А чего ты боялся-то, я не понимаю. Почему ты не ходил сюда? А когда они приехали сюда, они приехали ярыми баптистами, за которыми был такой разгон. И разные-разные-разные прочие. Как будто их, короче, чуть не убили там. Якобы. Ну, это они здесь так объясняют. Я говорю, уважаемые. Вы, ну, рассказывайте всем. Ну, только не мне уже. Ну, совесть-то хоть поймете. Я же знаю, кто есть кто и где есть чего. И как вы думаете, Господь уберег семью? Они до такой степени здесь разругались. И чуть ли там не до смерти, на самом деле, до смерти убийства чуть не дошло. Вот и все. Господь поругает, не бывает. А почему здесь очень многие баптисты? Потому что это одна из статей, по которой можно сюда переехать. Якобы с баптистами там гоняют. Вот там чуть ли не до смерти убийства. Я говорю, ребята, если бы вы смотрели и читали бы историю, почему гонялись за верующими в СССР? Потому что, когда пришли ко власти коммунисты, они думали, что силой и страхом они могут подавить всех и поднять под себя. Коммунисты это бандиты. А когда Иосиф-то понял, что страхом не на всех ты надавишь, а попов-то уже практически всех, я их так называю, просто огульно попов. Попы это не обзывательство, по-сербски священники. Их-то почти всех поизвели, а на большую часть населения можно давить только с верой. Вот тогда он создал свой отдел, и всех молодых людей погнал учиться. Они были как бы священниками, а подрядцы были погоны. А почему давили на православных? Потому что православных и старообрядцев столько, что не знаем сколько. А сколько было баптистов? Ну, я не буду ругаться, да? То есть есть фигура с трех пальцев. Вот если вот самый маленький кончик, это столько было баптистов. Они никакого отношения не имели на жизнь в СССР вообще. Они не надавить могли ничего, то есть их не было. Чего там было? Да, сажали. Но их было столько мало по отношению к православным и старообрядцам, что это просто не разговор. А уже после всех этих, я не знаю, чего там прошло, кто их там давит? Я знаю два случая, когда говорили, вот подожгли молитвенный дом. Кто его поджег? Те же самые люди. Для чего? А чтобы сделать себе рекламу. Я знаю одного священника в России, который, ну, православного, который поджигал свой храм. Почему? Потому что он был неизвестный, нужно было его ремонтировать, а денег не было. И когда они создали всю эту шумиху, ну, у меня есть глаза. И вот здесь немножко шеволится. Я когда приехал туда, посмотрел, там было ясно, что как бы не вяжется что-то. Если хотели поджечь, не так бы поджигали. И не в это время. Это я не знаю. Сами себя поджигали, чтобы я не слыхал даже такого. Ой, я это видел. И знаю даже людей, которые мне это рассказывали. Я даже не слышал, и никто этого не говорил. Никогда, нигде. А что, гнали, давили? Тут секрета нет. Тут у нас рядом они, баптисты отделенные. Как их сажали? Ну, сколько из них не вернулось? Не вернулось люди, которые как Азаров Михаил, Николай Бойко. Нет, отделенные. Это отделенные. Тут уже пошел просто, как бы сказать, два быка рогами столкнулись. Все их гнали на регистрацию, а они противоставляли сами себя. Они же между собой, кстати, тоже там не очень как бы дружат. То есть отделенные, неотделенные. Вот. Они там друг другу как бы себя. А тут, извините меня, люди, которые хотят поиметь во власти всех, а им тут на тебе. Ну, вот КГБшник, элементу, подойди, скажи, слышь ты, ну, любым там нехорошим словом его назови, что он скажет им? И что сделает? Выкрутит руки, поставит в тюрьму. Правильно? Правильно. А то, что они не регистрировались, это был тот же самый, про его курицу. Так регистрироваться, это не просто регистрация под определенными условиями. До 16 лет детей не водить. Проповедь все нанести на уполномоченному на проверку-то. Не просто регистрация, а полное покорение советской власти. И они поняли, ничего этого не будет. Так что их понятно, я ничего не одобряю, я не баптист, но я понимаю, в чем суть состоит-то. Мы-то православные сейчас, вот мы, наша община, это как отделенное у баптистов, так мы среди православных. Мы видим, вот представьте, 413 правил нарушаются 719 и в каждом храме. Что тут непонятно, что-то не то с нами делается-то. Да, ну это естественно. Это даже бы нарушалось не все 400, как вы говорите, даже хотя бы 4, это уже неправильно. Правильно? Женщина не бывает чуть-чуть беременная. Она либо беременная, либо не беременная. Правильно? Как можно быть чуть-чуть христианином или чуть-чуть недохристианином? Так нет, такого нет. Но когда за основу уже это взято, они сейчас вот везде, даже оглашенные из-за детей вообще выкинули. Они не знают, кто оглашенный. Эпитемия не работает ни одна. Вообще нет эпитемии. А без эпитемии златоуздых не ты кто прищищает и кого прищищают. Оба мертвецы. Что спрашивать-то? Я им говорю, говорю согласно канонам, вот это почему не выполняете? Зачем раньше 30 лет руку полагаете? Почему не в полное погружение-то? Они ничего не могут сказать. У них веры нет, они безбожные попы. Я служил в церкви, как раз вот до нашего выезда, за год меня выгнали. Вот. Ну и соответственно, там, ну не говорить, то что не надо говорить. Ну и как-то получилось так, ялтарником был. Вот. Ну и как-то, я не помню, куда-то батек мой поехал. В общем, куда-то он там ездил, я не помню, что-то там. И приехал. И первая, значит, служба после вот его приезда. И он что-то там вот ля-ля-ля-ля-ля, и где весь живот наш Христу Богу предадим, и всю жизнь нашу, я аж это, аж проснулся, я не понял. Он, а что ты? Я говорю, как что, как бы типа весь живот, он говорит, да не, нормально. Герман сказал, что это нормально. Я говорю, не понял, как это. Ну так, и вообще вот тут отрезать, тут подрезать. И уже в то время, это было 7 лет назад, уже тогда, уже крымцели полностью служебник, и разное прочее. Если вы говорите, что так, то вообще уже там, ничего говорить. Вот. Я говорю, так я не понял, а почему, как бы, святые отцы наши заповедуют, чтобы все это шло на церковно-славянском языке. Я приехал в Америку, если я не буду говорить по-английски, меня никто же понимать не будет. А мы, это же на нашем, на земном уровне, это мы говорим Богу, на Бога, сделанном языке, на церковно-славянском, а тут как-то подрезы непонятные. А потом, когда я посмотрел, да, по-моему, первый раз, мы только приехали, первый год, по-моему, Пасха что-то была. И когда уже, Кирилл, там, вместо святаго духа, дух святой, кто его видел, только я не понял. Вот. Но у него витые духи, у нормальных, святаго духа, а у этого святой дух, ну, святый, понимаете, да? Вот и все. Что говорить-то, даже непонятно, кто там у руля, а что быть внизу? Вот и все. Так я не понял, а что, святаго и святого, разница в чем? Святаго духа, как по-церковно-славянски написано, а святого духа, свитого, то есть, ну, витый дух получается. Это не святого, а святого, свяя. Да нет, я четко слышу, святого, святого. Ну, ладно, это уже знаете, как говорится, мы придумаем. Да нет, не знаю. Человек русский, он должен на русском языке и говорить, Феофан Затворник говорит, рано или поздно надо все переводить на русский язык. До чего Библию перевели? Люди-то не понимают. Неужели за церковно-славянским вам бороться-то? Вот эта тьма непрорубная. Так, все, давайте прощаться, мы уже давно говорим. С Богом. Ну, спаси Господи. Слава Христу. Всего хорошего. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует...